Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Они начинали эту войну в режиме максимальной уверенности в собственной мощи и величии. У российской армии очень длинные руки и очень точный прицел. Демилитаризацию спецоперация выполнит легко и непринужденно. Мы установили бесполётную зону на территории Украины. Украинская группировка будет испытывать трудности. Они недаром говорят о том, что у нас осталось там 2-3 дня. После этого они просто встанут. Путин на очень сложных щах сыпал угрозами. Для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие, кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Минобороны уже на второй и третий день отчитывалось об уничтожении всей украинской авиации и ПВО. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Военной инфраструктуры Украины в части ПВО больше не существует. А ручные СМИ врали народу о якобы стрельбе в правительственном квартале и скором аресте военно-политического руководства Украины. Сейчас уже всё это можно вспоминать с улыбкой. Ведь не зря же говорят, что чем выше задирается нос, тем больнее и обиднее провал надежды планов. Посмотрите, например, на Путина. Дед явно в истерике и давно не выглядел настолько жалко. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего не начинали. Он, оказывается, ещё и не начинал воевать. Всем всё ясно. Не, нам лично понятно, для кого и зачем он это говорит. Ведь ура, патриотическая публика, воспитанная на байках о невероятной мощи российской армии. Российская армия сегодня самая современная в мире. С лучшим оружием, боевым опытом и под чётким командованием. Наша армия и флот функционируют как часы. До сих пор не может спать спокойно. Ну, как же ж так? По телевизору же обещали за пять дней до Берлина. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более, многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Армия у нас большая. На всех хватит. И ещё для Москвы останется. А на деле четыре с половиной месяца Мишка в Берцах пробуксовывает в Украине. С десятками тысяч погибших солдат потери флагмана флота. А про тяжёлую технику даже говорить нечего. И у зрителей голова от этого закипает, как щи у загулявшей хозяйки. И лично Путин прибегает этот самый пожар тушить. Вот зачем была смешная отмазка про «не начинали». Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего не начинали. Но проблема кремлёвского старца в том, что помимо оголтелых ура-патриотов и в России, и тем более в других странах, хватает неглупых людей. Которые сразу сравнили Путина с горе-любовником, который спустя два часа после начала секса вдруг заявляет даме, мол, а я ещё и не начинал. Ещё ничего и не начинали. Это очень жалко и очень слабо, особенно с учётом должности, которую занимает этот персонаж. Причём он же такими речами не только себя позорит, он, по сути, вытирает ноги о погибших в своей армии. Что думать их родным? Мол, Ванька помер потому, как Великое Отечество воевало якобы по наружку? Или как это ещё можно толковать? Мы толком ещё ничего не начинали. Вот именно. И поэтому я говорю, противоречиво в моём, собственно... То есть должен сработать самостоп у кого-то после этих слов. Была бы настоящая война-война, первым делом разнесли бы Киев. Просто в хлам и просто в щепки. А характер боевых действий значительно изменится. С другой стороны, лично у нас нет ни малейших сомнений, что одной из причин настолько непродуманных текстов является целая пропасть между ожиданием и реальностью. Ведь Путин же не просто так все эти истории про Петра Первого вспоминать принялся. Пётр Первый в Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Возвращал. И укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. Он, похоже, реально верил в новый мировой порядок. Мечтал о скором захвате Киева. Хотел, чтобы всё случилось не только быстро, но и красиво. Ведь вы не забыли, как человек, который якобы не начинал воевать, отправил для штурма Киева десант на суперсовременных вертолётах «Аллигатор»? В четверг, 24 февраля, по состоянию на 17.00 на аэродроме «Гастомель», 20 российских вертолётов Ка-52 и Ми-8 высадили десант. Это точно российские? Костромской спецназ тогда должен был удержать взлётную полосу аэропорта «Гастомеля», чтобы туда сели ИЛы с техникой и основной ударной группой. Сейчас этот сценарий даже российские источники публикуют. Несколько десятков военно-транспортных самолётов ИЛ-76 ВКС России и загрузка десанта на Киев за пару дней до начала специальной военной операции. Это был бы исторический десант. Но вместо планируемой быстрой победы всё сразу пошло не так. Вертолётная партия Костромского спецназа к вечеру была окружена и расстреляна из миномётов и артиллерии. И, конечно, Путин злился, и с каждым таким провалом эта злость только накапливалась. Подконтрольные Кремлю телеграм-каналы даже опубликовали истеричную страшилку, мол, теперь все увидят совсем другой характер войны. Заявления президента на встрече с лидерами парламентских фракций относительно Украины означали смену текущей мирной концепции СВО на умеренно агрессивную. В случае признания Российской Федерации страной спонсором терроризма по запросу Украины, Москва в течение 24 часов объявит войну Киеву, после чего в течение 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Но позвольте, это означает признание того, что спецоперация таки идет не по плану? Ведь какой смысл махать шашкой и что-то там менять, когда все якобы получалось? Работа идет спокойно, ритмично, все идет по плану. Так что, ну, по срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи, подгонять под какие-то сроки, это неправильно. Или все-таки не получалось? В смысле, разложили хотелки прямо под твердый украинский сапог. И все в мире это видели и говорили, и только в России отрицали очевидное. Но сколько ни кричи халва, во рту слаще не будет. В итоге за 4,5 месяца бравады и мечты царя и бояр переросли в истерику. Хваленый российский мирок с великой армией и лучшим в мире ПВО. Наше ПВО, оно лучшее в мире, оно глубоко эшелонированное. Разрушился, словно шалаш из соломы в ветреную погоду. Чудаки просыпаются утром, а много дней подряд все новости забиты сводками об очередных уничтоженных Украиной тыловых складах с БК. Взрыв прогремел во временно оккупированном российскими войсками Херсония. В результате взрыва был уничтожен склад боеприпасов российских войск. На оккупированных территориях Донбасса продолжают взрываться склады с боеприпасами. За минувшие выходные взрывы звучали как минимум в шести городах. Причем не только с личным составом, но и с ни в чем не повинными студентами, которых в русском мире под видом волонтеров загнали батрачить на складах с боеприпасами, отлично зная, что туда может прилететь. Ударили по шахтерску ракетами из американской РСЗО «Хаймерс». В результате варварской атаки погибли трое волонтеров движения «Молодая республика». 11 активистов получили ранения. Но это русский мир, детка. Здесь жизнь человека традиционно ни во что не ставит. Парни с центрального штаба нашей организации погибли. Некоторых до сих пор не нашли. Сегодня мы увидели, что такое ад. Многим удалось выбраться. Некоторые ребята погибли. Еще группу мы не можем найти до сих пор. Не особо вразумляют генералов и ракетные удары ВСУ по центрам принятия решений. Причем это не какие-то наши фантазии. Посмотрите, вот что пишет звездный военкор канала «Россия» по фамилии Сладков. Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решений. С результатом. Центры небольшие, но важные. Это, друзья, та самая истерика в классическом виде. А вопрос-то у меня простой. Когда это б***ь закончится? Вы можете вы***ть в ВПК, чтобы у нас, наконец, профилактические штучки-дрючки появились. А ведь именно на канале «Россия» месяцами катались по ушам холопом малоамериканские «Хаймарс» – это ерунда. А российские ПВО их будут щелкать как орешки. Ну, смотрите, вот были джавелины. Помните как? Джавелины – это же вундерваффе. Нам всем конец. Украина молодец. Вот сейчас должны заехать РСЗО. На 90%! И это психологическое оружие. Наши ПВО держат воздушное пространство под замком. Их цель – всё, что противник, поднимает в небо. Под контролем российских систем ПВО наши командные пункты, войсковые подразделения, мирные жители России, Донбасса и Украины. Ну чё там, жалкие? Щёлкаете? А то вон помимо опытного, прости господи, военкора Сладкова уже и Гиркин приуныл. Противник активно отвечает по нашим тылам и, к сожалению, результативно. Противник за последние две недели уничтожил у нас не менее 8 крупных артиллерийских складов. Уничтожено некоторое количество командных пунктов. Бьёт по аэродромам, в первую очередь по складам боеприпасов, по пунктам управления, по дивизионам ПВО. Но знаете, в чём обратная сторона излишне большого числа зрад в рядах скрипоносцев? О, мы расскажем. Дело в том, что каждая новая неудача ещё сильнее озлобляет публику, которую и так сложно назвать людьми. Теперь они больше не разыгрывают спектакли о том, как не воюют с мирными жителями или не стреляют по жилым кварталам. Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят. Россия сохраняет жизни гражданским. И из-за этого частично и потери, и темп операции как бы замедлены. Наши подразделения вынуждены действовать исключительно точечно, чтобы сохранить жизнь гражданских населений. Многочисленные неудачи полностью изменили риторику чиновников и пропагандистов. Теперь они прямо говорят, что Украина не должна существовать. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. А расстреливать нужно даже учителей, которые с сентября собираются проводить уроки дистанционно. Если бы эту проблему поручили решать бойцам ДНР, то ни директора школы, ни заучей больше бы не нашли. Они бы улетели в космос. И больше никакого украинского дистанционного обучения в городе бы никогда не было. Его бы некому было проводить. Тем более некому было бы получать таким образом образование. Антифашизм на марше? По-другому и не скажешь. Причем опять-таки призывает убивать учителей не какой-то ноунейм из интернета, а известный пропагандист Чаленко. Его под видом эксперта регулярно таскают на эфиры российские СМИ. А Украина это даже не третье сортное государство. Украина находится под американским управлением. Только когда наши танки будут стоять в Киеве, они и приползут на коленях. И вот, и вот. А народ слушает, читает и буквально теряет последние тормоза. Ведь если типа эксперту можно к убийствам украинцев призывать, то почему остальным нельзя? Причем ладно бы там просто призывать. Ведь весь этот трэш смотрят и российские военные. А потом с пеной у рта бегут нажимать на кнопки, чтобы убить как можно больше мирных жителей в огромных многоквартирных домах. Российские военные выпустили ракеты по жилой пятиэтажке в городе Часов Ярн в Донбассе. Там количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому накануне возросло до 46. Разобрали уже 80% разрушенного здания. Вы думаете, хоть один российский канал показал новость о трагедии в Часов Яре? Показал прилет ракеты, лишившие жизни невинных людей? Нам говорят, что маленький ребенок погиб. А здесь была одна семья с маленьким ребенком. И участвуют, пришли сейчас искать своих. Кто выехал? Кого выезли? Как? Где? Что? Я не знаю. А, ну да, жители Часов Яра, это же неправильные жители Донбасса. Их можно убивать. А потом прямо на костях крестный ход провести. Причем здесь без шуток. Россия, убившая минимум 25 тысяч мирных жителей в Мариуполе, решила провести в его окрестностях крестный ход. Рады здесь, детьми, я привет! И вот в таких примерах вся путинская Россия. Страна палачей, которые убивают, не задумываясь, а потом перед камерами корчат из себя святоши. Причем подобных циничных историй просто пруд пруди. Помните, как российская армия точкой У убила женщин и детей, ждавших эвакуационный поезд в Краматорске? Число жертв в результате обстрела вокзала в Краматорске возросло до 52, больше 100 человек ранены. В момент обстрела в здании вокзала находилось около 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации. Тогда федеральные каналы и пропагандисты чуть на лоскутки не порвались, доказывая, что никаких точек У на вооружении армии РФ нет. Фактически ракеты точка У применяются только украинскими вооруженными силами. Такого вооружения нет в республиках, такого вооружения нет и в российской армии. Они давно уже сняты с учета и были уничтожены. Но вот прошло пару месяцев, и история-то подзабылась. И угадайте с одного раза, что делают российские пропагандисты. Да, вы угадали. Сами берут и показывают пуск точки У. Ну, типа, смотрите, как наши мочат укропов. И ты смотришь на это и думаешь, вот как так можно подставляться? Хотя на самом деле все очевидно. Когда люди постоянно врут, они банально забывают, о чем говорили раньше. И жаль, что миллионы россиян при этом либо не замечают противоречий, либо все-таки замечают. Но их вполне устраивает кровавая сущность путинского режима. Вот только и для первых, и для вторых у нас плохая новость. Империи, в фундаменте которых кровь и ложь, как правило, долго не живут. И нет сомнения, что нынешняя Россия не станет исключением из этого правила. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!